Судя по первым фотографиям довольных Трампа и Кима в Сингапуре, они уже уверены в итогах еще не состоявшейся встречи. Эксперты говорят, настоящая задача для обоих показать всему миру, что они это сделали. Не только провели первые в истории переговоры действующих лидеров США и КНДР, но и пришли к согласию. Официально своей целью Вашингтон ставит денуклеаризацию корейского полуострова. Предварительно готовность расстаться с ядерным оружием в обмен на гарантию безопасности выразил и Пхеньян. Однако пока стороны не договорились о том, как это будет происходить. Ветераны дипломатии уверены, что ощутимые результаты встречи станут заметны только через несколько лет. Это займет время. Там целый ряд сложных вопросов, а успех невозможно провозгласить по результатам одной радостной встречи. Политологи не сомневаются, что Трамп может рассчитывать на одну промежуточную победу. Официальное провозглашение окончания Корейской войны. Конфликт середины 20 века формально закончился только соглашением о перемирии сторон. Декларация о заключении мира между двумя Кореями обеспечила бы Дональду Трампу первые полосы всех газет на планете и, возможно, вожделенную Нобелевскую премию мира. Американская делегация уверена в безусловном успехе. Госсекретарь Майк Помпео, лично проложивший путь к встрече Кима и Трампа, уже дважды побывал ради этого в Пхеньяне. Он предупреждает, что если пряник не поможет, то Америка возьмется за старый кнут. Санкции против КНДР останутся в силе до тех пор, пока Северная Корея не избавится от своего ядерного оружия. И если дипломатия не сработает, а мы надеемся, что этого не произойдет, то санкции будут усилены. Президент США видит стремление Ким Чен Ына к безопасности. Однако советница президента Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс предупреждает. Северокорейский режим не раз давал обещания, но никогда их не сдерживал. Проблема в том, что Пхеньян принимает обязательства, но вскоре от них отказывается. Надо понимать, что история может повториться и в этот раз. Тем более в условиях таких биполярных отношений, что сложились между Трампом и Кимом. Хозяин Белого дома еще в прошлом году называл северокорейского лидера маленьким ракетчиком, а тот президента США – выжившим из ума стариком. Потом Пхеньян предложил Вашингтону организовать встречу, потом пригрозил от нее отказаться, а в ответ на угрозу переговоры отменил Дональд Трапп, но тут же передумал. А сегодня обе делегации не уверены в продолжительности грядущей встречи. Официально однодневный саммит должен начаться утром во вторник, когда в Нью-Йорке будет еще 9 вечера понедельника. В худшем случае Трамп и Ким не найдут общего языка, и встреча тут же закончится. Американский лидер еще до вылета в Сингапур заявил, что для того, чтобы понять серьезность намерений Кима, много времени ему не потребуется. Сколько займет времени, чтобы понять настрой? Я думаю, одна минута. Но если же Трамп увидит в глазах Кима искреннюю заинтересованность в процессе, то беседа про ядерное оружие американских солдат в Южной Корее и инвестиции США в сферу туризма в Северной Корее могут затянуться. По некоторым данным, чиновникам из США уже дали задание подготовить план второго дня переговоров. Регина Фокс, Семен Лобачев, RTVI, Нью-Йорк.